И вот промчался Всегда тепло, и в дождь, и в снег Мне дышится всегда легко, когда ты рядом есть Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда Пришел тебе когда-то я, и грусти не скрывал Сказал, прости, Христос меня, и ты мне руку дал И лишь с тобой всегда тепло, и в дождь, и в град, и в снег И на душе всегда легко, когда ты рядом есть Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда Мне не забыть твоей любви, твоих пронзенных рук Что подарили мне они спасение от мук В той встрече день настанет вновь, и там увижу я Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда С тобою быть хочу всегда С тобою быть хочу всегда Я так примерно в этом направлении и пойду Брат призывал, чтобы мы проверяли Проверяли себя, вникали в себя, в учении, да? Это наша стихия, друзья Мы для этого и призваны, для того, чтобы нам Сверяться, проверяться, поправлять себя Святой, да, освящается То, о чем я сегодня хотел проговорить Это, я думаю, интересная такая тема И я, когда начал о ней думать Я понял, что ее невозможно раскрыть Я хотел бы поговорить о любви Насколько, насколько я смогу это раскрыть Настолько время позволит Одно А второе, то, что я все больше и больше Прихожу к такому пониманию К тому, что мы все люди разные И я бывало так, слышал На проповедях там говорили Особенно, когда какие-то аргументы Между братьями и сестрами А Слово Божье говорит вот так А кто-то ему вслед А вот так Слово Божье говорит И все мы вооружены Одним и тем же вроде оружием И исходим из одного и того же Но по какой-то причине бывает часто Что противоположные какие-то мнения высказываются И я пришел просто к такому выводу Что оно, Слово Божье, настолько Оно Слово Божье Насколько ты позволяешь Ему быть Твой характер Уровень твой духовный Насколько ты дошел до этой истины Насколько ты близок Слово Божьему Насколько в тебе и проявляется это слово Поэтому, когда человек просто говорит это Это еще мало чего значит Это просто человеческое слово И в любом случае Как бы я это ни говорил До какого уровня бы я ни достиг Прежде всего это является моим Словом Но насколько я способен в своем Слове Отразить Слово Божье Это уже зависит от факторов Которые я уже говорил Поэтому и Павел Он разумея это Он и говорил Я вот хочу прочитать одно местописание Местописание Второе постание Коринфянам В 12 главе 6 стих Он И он здесь так говорит Ну если взять с 5 стишка То он так говорит Таким Ну там хвалился до этого Он говорил Таким человеком могу хвалиться Собою же не похвалюсь Разве только немощами моими Впрочем Если захочу хвалиться Не буду неразумен Другими словами Ему было чем похвалиться У него были определенные достижения Определенные дела Достигнутые цели Он мог показать Он говорил что Не мое ли свидетельство Вы в Господе Да или как Ну что-то в таком духе То есть мое доказательство То что вы в Господе Это плод моих трудов И он имел это И он говорит что Я впрочем даже не буду неразумен Если я буду хвалиться Потому что скажу истину Но я удерживаюсь Чтобы кто не подумал О мне более Нежели сколько во мне видит Или слышит от меня Для меня вот это слово близко И отчасти Я поэтому Ну стараюсь Ну так сказать Не напрягаться Можно Можно нагнать на себя Такой Важный вид Он говорит Мы могли явиться с важностью Да В другом месте он говорил Как апостол Они являлись апостолами Но он понимал Что это Оно на самом деле Не работает Нужно быть тем Кем ты являешься Это Я думаю что Эта цель Достойное достижение Я думаю что Это то Что делал Христос Он пришел Как слуга Он сделал Он показал для нас Пример Друзья И не хотелось бы Чтобы мы Написано что Кто Кто идет Ко свету Того дела явны То есть Когда мы стремимся К свету Мы не прячем что-то Мы не делаем вид Что я на самом деле Лучше себя Мы не ищем Извинения Каким-то поступкам Которые Мы совершили Потому что Как брат говорил Если мы что-то сделали Это же во мне было Значит это говорит о том Что это Проявление Произошло Изнутри меня На добром дереве Вырастают Добрые плоды Если мы находим В себе Что на нас Растут плохие плоды Не является ли это Показателем того Что Нам нужно Изменения Нам нужно Может быть Бить тревогу Нам нужно Изменения И любую Проверку Которую мы Любое дело Что бы ни было Любое качество Характера Можно Всегда можно Проверить Есть способы Для проверки Как можно Проверить терпение Через какое-то Испытание Обязательно И тогда Проявится Как можно Проверить Ну если женщина Беременна или нет Для этого есть тесты Раз Показал Беременна И ты хоть что там Говори Хоть что делай Хоть что прячь И некоторые Почему-то Стесняются От этих Проявлений Да Ну Они стесняются С тем Что связано С этим Ну там Женщина Начинает Набирать вес И многие Начинают Там Некоторые Которых Ну немножко Не хватает У них Разумения Да Они на диету Садятся Я помню Я помню Не буду Называть То Она Приходила А там же Врачи Смотрят Если вдруг Женщина Не набирает вес Они считают Это не в порядке Камешки В кармашки Ложила Чтобы Врачи Не заподозревали Там Что там Какая-то Проблема Я точно Не знаю Почему Она это Делала Но это Ненормально Друзья Когда у нас Есть какие-то Проявления То это Свидетельствует О том Что там Ну Есть О чем подумать Или это Хорошее Проявление Значит Мы правильно Делаем Вы не останетесь Без успеха И плода Это Петр Говорит То есть Есть вот эти Через проверки Оно проявляется Есть Есть некоторые вещи Которые Можно быть Даже и не видно Ну К примеру Углекислый газ Его невозможно Унюхать Его невозможно Увидеть Для этого Нужны какие-то Специальные проверки Есть Некоторые Некоторые Состояния Нашего Сердца Скажем Внутренние Некоторые вещи Которые подходят Ну Подсознательно Мы даже не можем Найти отчеты Или еще что-то Или мы может Мы же Может быть Думать Что все нормально А там может быть Проблема Для этого Нужны какие-то Особые проверки Например С углекислым газом Есть специальный Детектор Который может Это уловить Некоторые вещи Можно уловить Там по запаху Или еще что-то Но некоторые вещи Они сложные Для того Чтобы определить И поэтому Писание говорит Призывает нас Чтобы мы останавливались На наших путях И рассматривали Чтобы мы останавливались Чтобы мы рассматривались Чтобы мы вникали Может быть И Давид молился Господи От тайных Да Грехов То есть Есть некоторые вещи Которые мы Даже Может быть Даже Сами Не знаем А они могут Происходить Но не об этом Я хотел говорить Я хотел говорить О любви Это так Как вроде Предисловия Чтобы мы Сейчас друзья Проверили любовь Которую мы Имеем В разных уровнях Есть разные Слова Ну в русском слове Любовь Да Но мы знаем В греческом Там есть Агапы Потом Я даже Их не знаю Можно было бы Заучить Ради проповеди Да Но не в этом Смысл Смысл в том Есть любовь Ну скажем Родителей К детям Есть любовь Мужчине К женщине Есть божественная Любовь Да Есть любовь Которую мы Имеем Просто К человеку Да Просто Твой брат Там Сестра Просто Сосед Может быть Есть Какие-то Чувства Которые мы Имеем Друг К другу И вот Мне хотелось бы Проверить Насколько Вот эта Наша Любовь Она Правильная Что ли Я хотел бы Несколько Примеров Привести На основании Которых Мы порассуждаем Я думаю Что молодежи Интересно Вообще Порассуждать На эту тему Потому что Чувства Любви Они Особенно Интересны Когда ты Молодой Они связаны Они связаны С какими-то Такими Трепещущим Состоянием Внутри Я думаю Что вы все Вспоминаете Когда У тебя Начинают Бросать В жар Или в холод Но на самом деле Это просто Тело Реагирующее На внутренние Какие-то Чувства Что в принципе Хорошо Прочитаем Это Вторая Книга Царств Тринадцатая Глава Здесь Описана История Про Сына Давида Которого Звали Амнон У него Была Сестра Не от Его Матери И написано В первом Стижке И полюбил Ее Амнон Сын Давида И скорбел Амнон До того Что заболел Из-за Фомарии Сестры Своей Ибо Она была Девица И Амнону Казалось Трудным Что-нибудь Сделать С ней Он Понимал Что Ну Наверное Он Думал Что Это Невозможно Она Мы же Одного Отца Имеем Или еще Что-то Но Он ее Полюбил Да И написано Он Даже Там Начал Худеть Он Начал Где-то Что-то Я пропускаю Ну В общем Он Даже Начал Заболел А Заболел Он Заболел До того Даже Что В теле Начали Проявление Этой Любви Оказались Ну Сильная Любовь Ну Прямо Ну Любовь Такая Что Он Не мог С ней Совладеть Ну И Посоветовал Ему Друг Как Эту Любовь Теперь Реализовать Да В действии Какое-то Вести Не буду Читать Всю Эту Историю Не в Этом Смысл Факт Тот Что В конце Когда Он Достиг Исполнил Свои Внутренние Желания Он Возненавидел Ее И Она Ему Словами Здравого Смысла Говорила Она Говорила Отпустить Меня Вот так Будет Еще Более Зло Чем То Которое Ты Сделал Он Просто Сказал Уберите От меня Ее Своим Слугам Какая Какая Трансформация Человека Как-то Даже Немножечко Непонятно Но На самом Деле Это Просто Нам Показывает Друзья Что На самом Деле Это Не Была Любовь Это Было Просто Желание Ну Плоти Так Сказать Похоть И Может Быть Если Мы Имеем Неправильное Отношение Любви Если Мы Не Понимаем На Чем Она Строится Если Мы Не Понимаем Как Она Проявляется И Что Нужно Делать Для Того Чтобы Эта Любовь Она Росла Укреплялась Если Мы Не Понимаем Тогда Происходят Подобные Истории Происходят Недопонимания Люди Разводятся Расходятся По крайней Мере Нету Счастья Так Сказать Нету Довольного Состояния Хотя Мы Знаем Что Любовь От Бога Потому Что Любовь Бог Сам Является Самым Высшим Определением Любви Бог Является Совершенным В Своей Любви И здесь Я хотел Бы Как раз Таки Перейти Теперь В моем Рассуждении Именно О том Как Бог Полюбил Некоторые Вещи Я хотел Бы Прочитать Пятая Глава Римлянам С Восьмого Стишка Здесь Написано Так Но Бог Свою Любовь К нам Доказывает Тем Что Христос Умер За Нас Когда Мы Были Еще Грешниками Ну Понятно Любить Человека Когда В основном Ну что Мы Любим Ну Я Сейчас Не Говорю Уже Даже Там О Таком Высоком Положении Любви Ну Вот Почему Мы Говорим Я Люблю Кушать Лагман Или Еще Что Почему Мы Любим Определенные Вещи Почему Нам Нравится Значит Эта вещь Она Она Дает нам Что-то Приятное Да Если Мы Говорим О еде Значит Она Приятная На вкус Нам Понравилось И говорят На вкус и цвет Товарища Нет Поэтому И Так же Сам С Любви С Любовью Кто Что Ищет Кто К чему Стремится Но В любом Случае Любовь Она Дает Какие-то Приятные Ощущения Когда Когда Мы Что-то Начинаем Делать Или Или Человек Который Которого Мы Нам Понравился Да Но Прежде Всего Это Связано Я Думаю Вот Именно С Моим Отношением К Этому И Сам Человек По Идеи Ну По Крайней Мере Если Мы Говорим О Божественной Любви Что Хорошего Мы Богу Сделали Что Хорошего Он Как Увидел В Нас Что Мы Могли Ему Дать Чего У Него Не Было Да Он Селф Суфэшн Он Абсолютно Он Ему Не Нужен Кто То Ему Не Нужно Он Он Не Голод Он Никогда Не Нуждается В Слугах Или Еще В Чем То Но Он Полюбил И Это Не Было Заслугой Нас Он Полюбил И Здесь Написано Что Его Любовь Она Проявилась В Чем Он После Того Как Он Полюбил Он Понял Что Он Не Мыслит Дальнейшего Существования Без Нас Он Не Мыслил И Для Того Чтобы Достичь Этого Он Понимал Для Того Чтобы Достичь Нас Должен Был Уничтожен Грех Он Это Понимал И Он Совершил Путь Спасения Который Мы Мы Знаем Я Не Об Этого Хочу Говорить Это Было Продолжение Его Чувств Вот То Что Пришло К Нему В Сердце И Он Понял Что Ему Нужно Совершить То Что Он Сделал И Это Двигало Его Очень Много Особенно На интернете Я читал Но Опять Это Может быть Мнение Людей И У нас Значение Слова Часто Бывает Может Иметь Искаженное Даже Понимание В Зависимости От того Где Мы Росли И Как Эти Люди Пользуются Этим Словом Не Всегда Все Пользуются Одним И Тем Же Словом С Одинаковым Значением Могут Немножко Какие Различия Быть Ну В любом Случай Такое Самое Такое Простое Определение Это Что происходит Вот Именно Я думаю Что в Центре Любви Находится Чувство Самоотверженной Сердечной Привязанности Когда Человек Не мыслит Теперь Без Жизни Как Этот Амнон У него Была Это Любовь Но Просто Что Он Эту Любовь Дал Проявиться На Уровне Мы Знаем Что Произошло Если Бо Он Сделал По Другому Если Бо Он Сделал Это Правильно Если Бо Он Пошел К Отцу Поговорил С Ним То Может Бы Не Пришлось Умирать И Его Вот Эта Девушка Она Не Была Была Осквернена Ее Жизнь Была Поломана Из-за Его Поступка И Еще Некоторые Интересные Моменты То Что Я Прочитал Любовь Да Здесь Написано Я Читал Там Заметки Написано Если Любишь Меня Люби И Мою Собачку Интересно Да Вот Если Ты Человека Любишь Как Я Хотел Бы Ударение Сделать На Слово Самоотверженный Если Это Любовь Правильная То Ты Любовь Она Не Будет Ставить Условия Какие Ты Будешь Любить Этого Человека Каким Каким Он Есть Ну Так как Мы Люди Конечно Мы Люди Сам Человек Существо С дефектом Так сказать Произошло Это Во время Грехопадения Мы знаем Это Да Поэтому Наше Понятие Любви Оно Искаженное И Хотелось Чтобы Мы Поразмыслили И Проверили В чем Как же Я понимаю Что такое Любовь Смотрите Даже Когда Вот я Помню По-моему Я даже Его фамилию Забыл Мне Понравились Его Рассуждения Приезжал К нам В Денвер С России Не азанов Как Другой Он Говорил И он Говорил О том Даже Смотрите Как Начинаются Семейные Отношения Парень Приходит Делать Предложение И он Говорит Я Может Немножко Утрирую Он Говорит Я Не могу Жить Без Тебя Ну Вроде Правильная Такая Мысль Но ударение Это он Делает На себя Я Не могу Жить Без Тебя Я Хочу На тебе Жениться Он Не ищет Сейчас Когда Это Дело Делается Да Предложение Или еще Что-то Он Не подумал Так Какая Хорошая Сестра Я Прямо Ну Так Хочу Сделать Ее Счастливой Чтобы Вот Чтобы Ей Так Повезло И вот Ну Как же По-другому Повезет Как Без Меня Да Вот Я Сейчас Ей Сделаю Такое Хорошее Вот Она Согласится И Ей Будет Так Ну Прежде Всего Ты думаешь О себе Ты выбрал Ту Которая Тебе Понравилась Которая Была Люба Тебе Твоему Взгляду Может Чирты Характера Понравились Ты Заботился Прежде Всего О себе Чтобы Устроить Свой Домашний Уют И мечтал Об этом Чтобы Жена Там Хорошо Готовилась И ты Этого Искал Тут Этого И Нашел Или Там Ты Искал Чтобы Она Была Ну Такая Красавица Ну И Нашел Может Быть Да Если Хорошо Искал И Каждый Ищет Своего Центр То В себе Опять Это Изъян Это Изъян Любовь Она Не на этом Строится Бог Не Строил Свои Отношения С нами На этом Он Сделал От Себя Он Отдал Жизнь На Вот Эти То Что Мы Читали Для Того Чтобы Достиг Нас Достичь Нас Поэтому Если Мы До Сих Пор Не Понимаем Положение Любви В наших Отношениях Друг С Другом То Наши Отношения Они Они Очень Такие Хрупкие Или По крайней Мере Мы У нас Есть Большой Потенциал Братья Сестры Я Вот Так Рассуждал Даже Просто Ну Даже Элементарно Там Молодой Человек Он Говорит Любит Он Ну Там Собрались Жениться Он Любит Я Не Могу С Этим Согласиться Вот Я Сколько Не Думал Может Быть Есть Исключение Не Знаю Ну В общем Я Думаю Что Там Любовь Что Такой Любовь Это Жене Чувство Хотя Чувство Есть Любовь Это Во-первых Состояние Но Следующее Что Следует За Любовью Это Дела Обязательно Если Мы Читаем 13 Глава Коринфянам Там Написано Любовь Долготерпит Любовь Не Ищет Своего Да Любовь Не Мыслит Зла Это Действия Определенные Но Если У тебя Не Было Возможности Этому Человеку Проявить Любовь Значит Если У тебя Есть Любовь То Она Еще Пока Только В начальной В начальной Стадии В принципе Это Уже Хорошо Потенциал Есть Значит Если Дать Правильное Подкрепление Этой Любви То Будет Результат И Любовь Это Конечно Самая Большая Сила Которая Есть На Всем Свете Друзья У нас Есть Вот этот Потенциал Бог Вложил В нас Он Он Сделал Все Со Своей Стороны Возможное Для того Чтобы Эта Любовь Она Как бы На На Практическом Уровне Слегка Так Немножечко Порассуждать А Последнее Я Вспомнил Перед Этим Осия Вы Помните Пророк Осии Я Вот Говорил Про Божественную Любовь Смотрите Осия Бог Избрал Его В пророке И Первым Делом Что Он Делает С Осией Написано Второй Стих Первая Глава Начало Слова Господня Косии Начало Слова Господня Косии И Сказал Господь Осии Иди Возьми Себе Жену Блудницу И детей Блуда Я думаю Если бы Сейчас В наше Время Что-то Подобное Было То Я думаю Что Даже Братья Служителя Сказали бы Заблуждение Брат Тебе Надо Подумать Ну Так Оно Звучит Правильно И Меня Поражает Вот Эти Некоторые События В Библии Которые Описываются На Что Люди Божьи Шли Сейчас Мы Бы Как Люди Умные Сказали Не от Бога Это Да Но Эти Люди Они Имели Личное Опознание Бога Хотя Это Очень Очень Трудно Это Как Вроде Принять Этот Человек Особенно Если Бог Его Избрал Значит Он Данил Помню Кто там Говорил Я Петр Даже Говорил Господи Я этого Ничего Никогда В жизни Не ел Как Это Я могу Оскверниться Этим И Вдруг Все равно Каждый Человек Он Мечтает Что Придет День Он Найдет Эту Девушку С которой Он Устроит Семью Каждый Человек Я думаю Все Мы Когда Кто Уже Женатый Мечтали Не Всякую Надежду Что Что Наподобие Будет Ну Слава Богу Бог Помиловал Слава Богу Это Это Только Божья Милость Ну По Разному Допустим У нас Может быть Бывало Или Будет Кто Его Знает Но Этого Никто Бо Не Пожелал Добровольно Никто Бо Не Пожелал А Бог Сказал Своему Избранному Один Из тех Некоторых Который Бог Избрал Бог Ему Сказал Так Сделать Ну Конечно Мы Понимаем Что Это Было Для Того Чтобы Показать Бог Хотел Показать Реально На Примере Своё Отношение К Людям На Этом Он Просто Показал Что Народ Израильский И был Этой Блудницей Про Которую Он Здесь Говорил И Мы Дальше Будем Читать Он Ему Сказал Когда Первый Ребенок Родился Он Ему Сказал Назови Назови Его Ларухама Что Значит Непомилованное Потом Родился Сын Он Сказал Назови Его Лаоами Что Значит Немой Народ Ну Такое Но Бог На этом Показывал Свои Отношения К этому К народу Израильскому И Несмотря На то Что Он Любил И Все Она Потом Изменяла Ему Да Ну Этим Самым Бог Показывал Своё Состояние Своего Сердца И через Что Он Проходит И это Вы знаете Трудно Вообще Понять Почему Я даже Вот так Рассуждал О детях Наших Да Мы Любим Наших Детей Хотя Они Во-первых Ничего Не сделали Для того Чтобы Мы Их Любили Абсолютно Ничего Только Ну Всякие Пакости Делают Нужно Дайпер Постоянно Менять Все за них Нужно Делать Чуть Ну Интересно Даже Вот они Они же Говорят Нам Папа Ну Я Люблю Тебя Сильно Люблю А смотришь Какие-то Вещи Сыночек Вот это Не делай Отвернулся Пошел И сделал И думаешь Ну Как же Почему же И для меня Вот это Всегда Как бы Я вот Когда об этом Начинаю Думать Я сразу Про себя Вспоминаю Почему-то Подобные Вещи Происходят Между нами И Богом Какие-то Необъяснимые Ты думаешь Ну мы же вроде Любим Бога И Петр Любил Бога И он плакал Там Ну что же Толкнуло Его Отречься От Христа Ну Разные У каждого Человека Могут быть Какие-то Разные Вот эти Вот Падения Или еще Что-то Вот эти Вот вещи Которые Нас Стаскивают Вниз Да И И потом Думаешь Ну почему же Так вот Я сделал Ну непонятно Даже Бывает Ну они же Любят Они хотят Все Но почему-то Вот что-то Их увлекает И они По-моему Я не знаю Если я говорил Этот случай Здесь Я может быть Говорил Ну еще раз Послушайте Именно Способность Наша Исполнить Волю Божию Это опять Мы говорим О любви Это В этом и Проявляется Любовь И как-то Мои дети Не знаю Говорил Нет Они были У меня был Славик Тима И Милана Миланочке Было чуть больше Года Она ходила Уже до ручки До двери Дотягивалась Но еще По-моему Не открывала Зашли они В комнату Славик Тима И моя племянница Катя Которая за ними Смотрела Они зашли в комнату Миланочка Дотянулась Повернула Флажок На двери И закрыла За ними дверь И они оказались В этой комнате Закрыты Никого больше Дома нету Телефона Рядом нету И три часа Они там просидели Три часа Как они ее Упрашивали Миланочка Ну пожалуйста Открой дверь Она пыталась Она хотела Открыть дверь Она крутила Там что-то Не могла Три часа И вот в нашей жизни Получается так же самое Мы вроде бы хотим И желание есть И стремление есть И вроде какие-то Старания прилагаем Но если мы еще Не доросли Она до этой ручки Еще не доросла Ну в конце концов Она вроде Раз и получилась И от Но три часа Они там просидели Я думаю Что-то наподобие Можно этим На этом примером Объяснить именно Почему же в нашей жизни Происходят вот эти вещи И у наших детей Еще Они еще Не понимают До конца Что их Их действия На самом-то деле Отражают Или показывают Насколько Доказывают Насколько они Действительно Любят Да Нас Да Если мы про детей Говорим Ну и то же самое Конечно И про наших жен Про мужей Если мы будем говорить Да Ну как же нам Доказать любовь Как ни делом Значит Если ты любишь Значит Ты прежде всего Будешь искать того Ну Чтобы Угодить ей Я вот Заболел Спина заболела Не знаю Продула Или что Даже трудно было стоять Ну Танечка Сразу же мне Укол туда Один И потом Второй И третий И четвертый А потом еще Помазал Ее сейчас здесь нет Да Хорошо Потом помазала Меня еще этим Финалгоном И чуть-чуть Переборщила И у меня спина горит Это я вроде как В шутку Но на самом деле Некоторые проявления любви Они могут показаться Очень болезненными Но они необходимы Они необходимы В отношении детей Писание говорит Не жалей розги Потому что Бывает так Что это нужно Ну розга Может быть Не обязательно Это именно Вот розга Это может быть Какое-то дисциплинирование Этого ребенка Может быть Обделение его свободы Или еще что-то Ну в принципе Хотел бы я Чтобы теперь Вы знаете Мне даже как-то Не нравится Мне лично Когда на проповеди Выдают Ну полностью Обработанную информацию Переживали полностью Тебе положили И ты только раз И проглотил Хотелось бы Чтобы теперь Вот то Я всегда Ставлю как бы Целью себе Просто затронуть Человеки Желание подумать Об этом Потому что Никто Никто Вот эти вот Размышления Не сможет В вашем сердце Направить Именно в такое Русло Что они будут Продуктивные Как только вы сами Я и вы лично Поэтому Мое желание Мое стремление И то К чему я говорил Для того Чтобы затронуть нас Чтобы мы проверили Взяли Может быть Необходимые Инструменты И проверили Ну как я говорил Про беременность Тестик Взяли Проверили Если Если во мне Это любовь Как она проявляется 13 глава Римлянам Коринфянам Давайте я Перед тем Как мы будем молиться Я прочитаю 13 главу Коринфянам И хотелось бы Чтобы мы так Немножечко Поразмышляли Поразмышляли Когда мы будем Идти домой Когда мы будем Молиться О том Что здесь Говорится С третьего стишка Если Ну давайте Со второго Если имею Дар Пророчества Знаю Все тайны Имею Всякое Познание Ну самый умный И всю веру Так что могу И горы переставлять А не имею любви То я ничто Если я раздам Все имение мое И отдам тело Мое на сожжение А любви Не имею Нет Во мне Нет мне В том Никакой пользы И дальше Он перечисляет Теперь проявление Любви Это то есть Это показатели Если Приходит Ситуация Определенная ситуация В нашей жизни И мы видим Что у нас Проявляется это То мы не останемся Без успеха И без плода Значит мы на правильном пути Друзья Значит просто нужно Так же и двигаться Стараться И продолжать А если этого Не происходит Тогда у нас Происходит Мы не понимаем Что такое Любовь Мы Произошло Какое-то Дисконект Мы разошлись И все Любовь Долготерпит Милосердствует Любовь Не завидует Любовь Не превозносится Мы говорим Не просто Это не просто Слова Это Очень Искренные Должны быть Чувства Это Невозможно Как бы Напречься И проявить Но Невозможно Напречься И раз Там Ну вырос Этот плод Это Целый Этот процесс И он должен Происходить Естественно Или оно Есть Или его Нет Любовь Не завидует Любовь Не превозносится Насколько Я Почитаю Себя Почитаю В своих Глазах Не словами Просто В мыслях Даже Как я Думаю О себе В сравнении С моей Женой С братом Сестром О чем мы Говорим Смотря Какой Любви Мы Говорим Любовь Не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не ищет Своего Не раздражается Не мыслит Зла Не радуется Неправде А сорадуется Истине Все Покрывает Всему Верит Интересно Дети Когда они тебе Один раз Сказали Ты знаешь Что это Неправда Да И второй раз Потом говорят А ты должен У нас уже Как бы подозрение Или даже К людям У нас создается Подозрение Наверное он говорит Неправду Да Если в нас Искренная Любовь Да Здесь Говорится Что она Верит Она всему Надеется Она все Переносит Любовь Никогда Не перестает Хотя и Пророчества Прекратятся Языки Умолкнут И наше знание Оно Упразднится Ибо мы Отчасти знаем И отчасти Пророчествуем Когда же Настанет Совершенное Тогда то Что отчасти Прекратится Но любого Она никогда Не прекратится Поэтому Мое сегодня Желание И молитва Перед Господом Чтобы мы проверили На каком уровне Наша любовь Насколько мы поняли И насколько она Овладела Нами И насколько Эта любовь Проявляется Насколько мы дали Правильное русло Мы видим Что вот Амнон Он дал Неправильное Направление Своей любви У него были Хорошие чувства Неправильное направление И это было погибель И у нас есть Так же самое Друзья Опасность Погибнуть И иметь Нарушенные отношения С людьми Нарушенные отношения С детьми С женой Только потому Что мы не понимаем Значение слова Любовь И ее роль В нашей жизни Нарушенные отношения Вот Нарушен Всевкус Эти Пока breeze У С С